Всем доброго времени суток! С вами сегодня снова я, Игорь Шестидко, и с вами я вот по какому поводу. Как-то товарищ Сталин сказал, что хочу иметь такую трубку, в которой бы я мог не только курить, но и говорить, да. И это было прогрессивно. Почему прогрессивно? Он предложил какую-то новую интересную идею, которая ему приснилась, да, там, чтобы на его рабочем столе, несмотря на советскую власть, были иконки, и мышкой он бы мог открывать окна, да. Но многие повторяют товарища Сталина и называют какие-то вещи прогрессивными и тому подобное. Например, я вот недавно узнал, что у нас есть такой веб-кит, который крайне прогрессивный, крайне будущий и так далее и тому подобное. Штука, платформа, на которой строится хром, на котором строятся андроидовские тулы и тому подобное. И он будет, это будущее, да, это тотальное будущее. И я решил проверить, действительно ли это будущее. Итак, есть Google Chrome. Обратите внимание, вот он Google Chrome. Это пятая у меня в данном случае бета, которая должна быть мега прогрессивна. Он же, наверное, из самых новых технологий. И есть какой-то совершенно непрогрессивный интернет-эксплор девятый. Что я хочу показать или что я хочу проверить? Все очень просто. Если технология прогрессивная, значит она учитывает все факты развития будущего, все потребности, все возможности. То есть это тот кит, этот веб-кит, на нем можно построить все очень быстро и очень просто. Поэтому, по идее, интернет-эксплор девятый намного мощнее, чем Google Chrome. То есть Google Chrome мощнее, чем интернет-эксплор девятый. И мы сейчас на это деле посмотрим. Сейчас у меня тут запущен на одном процессе энкодер. Он пишет прямо с экрана, чтобы нормальную картинку было и тому подобное. И мы посмотрим очень простые тесты. Простые тесты на производительность интернет-эксплор девятого. И запустим первый самый простой тест, который вы опять же можете провести. Вот оно подгружается. Это Google Chrome, да, обратите внимание. FPS внизу, вот тут вот, Frame Per Second. А дуренная производительность, правда, 2 FPS. Это мега-результат. Это же продвинутый, абсолютно прогрессивный девайс. И сейчас мы попробуем, соответственно, почитать какую-то, сейчас он тут подгружает следующее, почитать какую-то книжку. Вот я на нее нажимаю. Обратите внимание, 5 FPS разогнался. Отдуреть. И теперь мы можем открыть эту книжку. О, 5 FPS, да. Суперб. Мы ее даже можем что-то там почитать и так далее. Для чистоты эксперимента мы уйдем, да, то есть назад в базовую конфигурацию. Посмотрим на загрузку процессора. Дождемся, пока она слегка успокоится. И зайдем, соответственно, в Internet Explorer 9, который абсолютно непрогрессивный. Это вообще просто никто ничего не умеет делать. Запустим. Amazon. И что мы здесь видим? Мы видим, опа, скорость, смотрите, какая ляп-ляп-ляп-ляп. 60 FPS, да. Мы попробуем спуститься вниз. Мы видим скроллер. Сейчас ждем, пока оно подтягивает из интернета. Подтянуло. Мы попытаемся открыть. Пожалуйста, мы открыли. Мы нажимаем клик-хе. Мы листаем. Обратите внимание на производительности. Опять 60 FPS. Непоказательность. Согласен. Прогрессивные технологии не рассчитаны на это. Они рассчитаны на какие-то более мега технологии. Например, на то, чтобы рисовать скринсейверы. Скринсейвер, опять же, рыбки. 20 рыбок, 3 FPS, 4 FPS, 5 FPS, 6 FPS. Прогресс налицо. Действительно. 10 FPS. Рыбки поплыли, наконец-то. 11 FPS. 20 рыбок плывут со скоростью. 10 FPS. 9 FPS. Попробуем запустить 50 рыбок. 7 FPS. 6. Прогресс. Опять же, движение есть. Они шевелятся, прогресс есть. Они почти живые. Попробуем запустить 500 FPS. Опс. Нет, извиняюсь, 500 рыбок. 500 рыбок запустили. На вид они мертвые. Прогрессивно мертвые рыбки. Уходим. Из соответствующего теста. Смотрим результаты производительности. 100% загрузка. Возвращаемся назад к нашим птичкам. Опс. Сори. Это не тот. Это все тот же прогрессивный броузер. Не к прогрессивному броузеру Internet Explorer 9. Опять же, абсолютно превью. Никакого прогресса. И здесь смотрим на рыбок. 20 рыбок носятся со скоростью 57-60 FPS. При этом загрузка процессора у нас, обратите внимание, отличие от Chrome практически не присутствует. То есть, один из процессоров просто за Capture идет. Попробуем все-таки непрогрессивно добавить 50 рыбок. 50 рыбок. Бегает. Попробуем добавить 500 рыбок. Не прогрессивно. 33 FPS. Просто 34 FPS. 33 FPS. Это елки-палки. Что делается? Посмотрим на производительность. Что-то он до 100%. Обратите внимание, не добрался даже при 500 рыбках. А там где-то на уровне 90 прыгал. Ну что ж. Скорее всего, это все подстроено. Абсолютно согласен. Все абсолютно подстроено. Все очень плохо. Почему? Да потому что это просто JavaScript. JavaScript почему-то Microsoft компилирует. Google не очень торопится скомпилировать. Но прогрессивный броузер имеет такой движок, который можно легко адаптировать к любой операционной системе, к любому оборудованию. Все это делается очень легко и просто. Поэтому ни для кого же не секрет, что современные ноутбуки и настольные лэптопы имеют достаточно мощные графические карточки. Поэтому, скорее всего, прогрессивный гугловский движок хрома, он же WebKit, поддерживает ускорение на GPU для того, чтобы отрисовывать графику. Поэтому есть тест видеопанорамы. Скорость этого теста, когда мы видим набор видео, потрясающе прогрессивная 2-3. 3 FPS в секунду. 4 FPS в секунду и растет. Ну, давай, давай еще 5 FPS. Молодец, хром. Прогрессивен. 6 FPS. Слушайте, а если в обратную сторону ее заколбашат, то, наверное, будут и 7 FPS. Не будет, блин. Может, медленно, может, быстрее. Давай, чуть-чуть. Ну, 7 FPS. Да! Блин, 6 опять FPS. Сложная картинка попадается. Он, наверное, задумывается и присматривается к Анжелине Джоли. Давайте посмотрим на Джоли. Где-нибудь в серединочке. Ну, работает. По крайней мере, нормально. Встролог Богу хоть видео сумел показать. Единственное, чего он не смог показать, это... Это вот FPS. Да, как только мы возвращаемся, опять 20 FPS. В принципе, для прогрессивного браузера это все нормально. Теперь не прогрессивный. 9-й Explorer. Ну что, Microsoft может хорошего-то сделать. Да, действительно, 60 FPS. Кому нужны 60 FPS? Объясните мне. Для того, чтобы в браузере, в обыкновенном HTML 5-м что-то показывать. Это же не будущее. Никакого будущего. Ну, давайте на Джоли полюбуемся снова. 59. Ну, ладно, стоит на месте. Будем считать, что нормальная 58. Что у нас здесь? Не, она мне белая не нравится совершенно. А черненькая есть? Ой. Какой капец. Вот. О, черненькая Джоли. Ну, отлично работает. Возвращаемся назад. Видим 44, 45, 59 разогнался и поехал назад. По-моему, супер, да? Если это не супер... Да, кстати, мы можем сравнить опять показатели Ратики. Вот здесь вот был хром. Вот здесь вот был интернет-эксплор девятый. Разница, так сказать, на лице. Ну, что ж. Последний пример. Казался бы абсолютно простой. Хром. С канвасом. Что там рисовать? Согласитесь. Никаких проблем. Мы запускаем просто канвас, который должен зуммироваться. О, зуммируется. 8 FPS. Молодец. Давайте приблизим его. 7 FPS. Нет, как-то неправильно. 5 FPS. А что здесь вот? Вот здесь вот? Ой, ёлки-палки. 4 FPS. Ну, выдавил себя и спасибо. А вот здесь вот 8 FPS. Молодец. Наверное, когда выше какие-то детали показываются, оно работает быстрее. 2 FPS. С ума с дыреть. До 7 разогнался. Ну, отлично. Хочем домой. А проскролить? Ну, когда скролят, да. А вот если на людей посмотреть и поскролить. 9 FPS. Отлично. Ну, в принципе, тут 5-7 людей, да. То есть, по каждому на FPS это отличная производительность. Отпустили людей, они уменьшились и тому подобное. Производительность, как всегда, на 100%. Отпустили. Отпустили. Чуть-чуть. Сейчас оно устаканится. И мы возвращаемся к... Устаканилось? Да, устаканилось. Интернет-эксплору 9-му, непрогрессивному броузеру. Запускаем здесь Canvas Zoom. 57. Неинтересно. Здесь. Туда же. Еще. Себе. Те же... Ну, там до 40, да. Неудачный броузер. Очень плохо используют видеокарту. А еще вот сюда. 39. Да, слабенький. Домой давай. 45. Поскроллить. Поскроллили 60 FPS. Да что что-то делается-то. А людей? А с людьми? 40... 60? Что, опять 60? Отпустили. Домой. Ну, в общем, да. Производительность процентов как-то меньше, чем у мега перспективного, мега прогрессивного броузера, за которым будущее. Вывод такой. Называйте как угодно. Прогрессивный броузер, непрогрессивный броузер, веб-кит, будущее и тому подобное. Факт в том, что попытка разогнать скрипты, попытка разогнать графику при помощи графических способностей компьютера, второго процессора, сетевой карточки, называйте это как угодно, и использовать это в прогрессивную девайсину не заложено. Отсюда вывод. Очень простой. Ребята, не такой уж он и прогрессивный, и непонятно, зачем будущее. И вообще рассуждать о том, что прогрессивное, что нет в нашем быстро меняющееся время, очень и очень проблематично. Надеюсь, вам понравилось. Кому не понравилось, пишите про Android еще, про веб-кит тоже пишите, мы еще аргументов найдем. Спасибо за внимание, всего хорошего, до свидания.